Сегодня в гостях у программы «Правда-24» знаменитый куратор, коллекционер, арт-менеджер, с прошлого года еще и директор не менее знаменитого Пушкинского музея. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Марина Лошак в гостях программы «Правда-24». Марина, я начну с вопроса из категории тех, к которым мы обычно беседу завершают. Насчет вашей коллекции головных уборов. Когда вы начали коллекционировать головные уборы, почему и где эта коллекция находится? Вот вы удивитесь, но ее нет. Как? Я ее подарила. Подарили кому? Своим товарищем. Так, ничего себе подарок. Как долго вы коллекционировали головные уборы и откуда такое увлечение? Ну, случайно, случайно так получилось. И это связано с моей любовью к русскому северу, к народному северному искусству, поскольку в моем доме этих предметов множество. Это функциональные предметы. Я на них сижу, я за ними ем, я на них сплю, я на них смотрю. И это, в общем, все. Я это очень люблю. Давно. Ну, и головные уборы, шапочки, я их называю, это часть вот этих моих любовей, да, как были влюбленности. Ага. Их, ну, и тапочки. Носить их нельзя, но они просто прекрасны. Я их покупала вот за эту вышивку, ситчик вместе с золотым шутьем. Вот в этом есть что-то такое очень артистичное. И меня это очень радовало. Ну, и их стало много. Их стало много. Я просто пытаюсь, они как хранились? Это были полки какие-то? Они у меня были полки, они стояли на полочках. То есть я на них смотрела. Потом их стало много, я почувствовала ощущение, что моя жизнь перенасыщена пылью. Просто я периодически все выбрасываю. У меня есть такое вот движение в жизни. И я от них не то что избавилась. Я их передарила. Их много, целая коллекция. И вот я их подарила моему другу. Ну, а вот коллекции, ну, сколько примерно там? Это были десятки или это были уже сотни? Нет, шестьдесят. Где-то шестьдесят с кусочком. Сотни невозможно. Угу. Да. Понятно. Вы употребили словосочетание «красиво и неудобно». Это относится вот в нашем случае к... Спасибо. Норе. Норе. Норе, да. К нашим соведущим. У нас такая традиция есть. Мы пристраиваем кошек, у которых нет дома. Мы им ищем дом. Чудесно. У зрителей, да. Вот это норе. И будем надеяться, что она кому-то понравится. Красивая, это точно. Да, очень. Красивая. Надеемся, что она не очень будет стрессировать. У вас были, кстати, домашние животные? У меня есть. Есть, да? Кто? Собака? Я собачник, да. Так. У меня лабрадор. Лучший из людей на свете. Лучший из людей. Да. Понятно. Это подарок или... Нет, 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 это осмысленное приобретение. Вы приобретали его для себя или это был семейный? Для себя, для себя. Нет, ну для себя, ну для нас, для всех. Нет, ну как это произошло? Вы сами выбрали щенка или вы... Нет, 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 у нас есть прекрасный друг, который для нас его нашел... У вас имеется в виду с вашим супругом, да. Семейный, да, да, который его нашел в питомнике через очень правильных людей. А мы точно знали, кого мы хотим. Мы хотели лабрадора и коричневого лабрадора хотели, потому что мы в семье наших других американских друзей впервые увидели, еще не было коричневых лабрадоров. Они ведь такие новенькие на нашей территории, искусственно выведенные. И он нас совершенно обаял своим вообще совершенством, и мы стали мечтать о таком лабрадоре. До этого у нас был английский кокер-спанель, до этого такса все не менялись, и все были обожаемы и совершенны, и все жили очень долго и счастливо. Ну и вот сейчас мы живем с лабрадором уже 9 лет. Как зовут? Его зовут Кирюша. Кирюша? Ну да. В честь кого-то был нашел? Нет, 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 он какой-то Клэрой, Грейг, Герберт, что-то там от Кира, там что-то пошло, Кирюша, да. А в детстве у вас были животные? Нет, к сожалению, нет. У меня папа боялся очень животных, у него был какой-то комплекс мальчика, да. Почему? Ну не знаю, но какой-то был комплекс любых животных он опасался, скажем так. И вот я вышла замуж, может быть, для того, чтобы завести питомца, не знаю. Да, кстати, папа, у вас ведь такое необычное девовно, да? Девовно, папа, да, Дэви. Отчество. Дэви, папа. Это что за имя? Это моя романтичная бабушка, когда я была 17 лет, она родила, значит, ребенка и назвала мальчика в честь любимого героя американской трагедии Драйзера, которого звали Дэви. Кстати, довольно отвратительный персонаж, такой Дон Жуан, нелюбящий женщин. Видимо, у бабушки чем-то он был близок. С чем-то он приглянулся, да, он ее как-то поразил, и вот появилось такое странное имя Дэви. Вы ведь из Одессы, да? Да. Когда последний раз были в Одессе? В этом году была. Если сравнивать музеи одесский и московский, в чем принципиальная разница отношения москвичей и одесситов к этому роду досуга, скажем так? Ни в чем. Вы знаете, разницы нет, как обычно. Люди мало отличаются друг от друга. Просто то же самое. Все на самом деле то же самое. То же устройство ментальное, абсолютно все то же самое. Ну, в Одессе нет музеев современного искусства в таком московском понятии, таком глобальном, да. А что касается традиционных музеев, они такие же. Там чудесный музей, музей археологии, один из крупнейших в России. Он и сейчас существует со всеми, со всем тем, что сейчас так обожают дети, по-прежнему в Пушкинском музее, в Москве, с муймами, с прекрасной греческой коллекцией, со всеми этими атрибутами, мифологем, да, которые существуют. В нашем детстве это все. И что очень важно, еще окруженный скифскими бабами в избытке, которые стояли при входе, и которые лежали на заднем дворике в количестве 22 штуки на боку, практически загорали. Это вообще, я их обожаю до сих пор. И всю жизнь мечтаю сделать какую-то такую большую инсталляцию из скифских баб, которые вообще разбросаны до сих пор по музеям Украины. А что это мешает при ваших возможностях? Ну, сейчас это сложно будет, в данный момент. Ну, а в целом, я надеюсь, что это можно будет сделать. Просто это выдающаяся совершенно штука. Вот вы обронили реплику насчет того, что современное искусство в Одессе не так представлено, как в Москве. Вы знаете, Кирилл Разлогов, не знаю, является ли он автор этого термина, он последние годы употребляет такой термин, как «новые варвары». Говоря о людях, которые, условно говоря, командуют искусством, не понимая его. Вы замечаете такую тенденцию или вы считаете, что Разлогов где-то в чем-то заблуждается? Что сейчас очень многие люди, от которых зависит, в каком направлении будет развиваться культура, они не знают классического искусства, но знают современное. И не очень понимают масштабы, соотношение масштабов. Я не знаю, кто эти люди. Жень, честно, я просто не понимаю, про кого идет речь. А я тоже не знаю. И я не знаю. Он конкретных фамилий не знал, он говорит, что сейчас командует культурой «новые варвары». Я не знаю, кого именно конкретно он имеет в виду. Просто те люди, которые занимаются современными искусствами, которые успешны в этом, я имею в виду, которые возглавляют какие-то крупные институции, это все люди очень образованные. Ну, не знаю, Оля Свиблова, Вася Церетели, Катя Дегут. Это все люди, образование, у которых можно позавидовать, и которые знают очень много. И в том числе знают про старое искусство в том числе. А кто это? Ну, может быть, наверняка есть какие-то люди невежественные. Надо с ним поговорить. Нет, ну, знаете, ведь большевики тоже были, как мы знаем, людьми очень образованными. И это были интеллектуалы, тем не менее, они там сочли нужным очень многое разрушить до основания, чтобы затем построить новое. Может быть, что-то имеется в виду? Вы не видите таких тенденций? Вы не видите... Нет, нет, я не вижу. Наоборот, абсолютно наоборот. Я со стороны вот тех людей, которых я говорю, которые определяют. Если мы не говорим о каких-то, ну, много разных людей на свете, как говорится, у них разные взгляды на жизнь, но именно те люди, которые определяют, эти люди более чем способные к разговору и уважающие. Но правда это так, поскольку я всех их знаю, с ними сотрудничаю, их уважаю. Поэтому ничего такого в голове у них нет, я это могу точно сказать абсолютно. Они очень любят старое искусство. И если кто-то и ходит на выставки старого искусства, на самом деле, которые именно в нашем музее происходят с регулярностью завидной, то это эти люди, именно они этим восхищаются. Поэтому абсолютно это абсолютно не так. Но те люди, которые по сути своей, по натуре разрушители, такие люди тоже есть. Но они всегда будут, и, наверное, они тоже существуют в нашем мире. Это неизбежно. У всех галеристов спрашиваю об отношении к... В терминологии Андрея Кончаловского к маринованной рыбе, то есть, как вы считаете, это искусство или нет такого рода? Конечно, конечно, это искусство, безусловно. Но это, знаете, сейчас просто на Хьюрсте проверяют вообще всех. Да, это такая лакурская бумажка. А как тебе Хьюрст? Это то же самое, что по-прежнему приличный, но все-таки не совсем уверенный в своих отношениях народ все еще как бы сомневается в черном квадрате. И все равно... Ну, что-то как-то неловко уже сказать совсем, что ты совсем как-то, так сказать, невежественный человек, и ничего не понимаешь. И, с другой стороны, и не понимаешь совсем, в чем фишка, как говорят сейчас. Поэтому все нуждается в толковании. Вообще современное искусство нуждается в толковании. И это этим многих смущает, на самом деле. Потому что мы привыкли считать, что искусство очень быстро и мгновенно на тебя воздействует. И я, как человек традиционных эмоций, тоже очень люблю, чтобы меня как-то сразу оп, и я сразу как бы вот... Мурашки побежали, да, или там что-то такое ёкнуло, как мы говорим. Или засосало подложечек. Мне это понятно. Но я тоже прошла какой-то диалектический путь к тому, чтобы к пониманию того, что мир изменился, он говорит иногда на другом языке. На разных языках говорят люди. Они привыкли к разным визуальным образом. И существует какая-то часть искусства, которая нуждается в объяснении. Это ничего страшного. Просто нужно замедлиться и прочитать длинный текст, или что-то понять, да, и убедиться в том, что ты был прав или не прав. Может быть, тогда что-то с тобой произойдет. Потому что не всегда происходит, когда мурашка. Иногда происходит, когда ты о чем-то задумался. Просто. Вот это ради того, чтобы ты о чем-то задумался. А это вообще тенденции какие-то современные? Или всегда надо было новое в искусстве объяснять? Вы ведь занимались историей культуры. Вы знаете про это больше, чем я. Вообще всегда, когда происходит, ну, какой-то слом, не слом, но какое-то происходит движение, всегда обычно люди этим очень недовольны. Человек – существо консервативное. Он так устроен. Ему как-то жить лучше, когда привычнее. И это понятно. И, опять же, мы же существа биологические. Условные рефлексы в нас срабатывают. Вот как бы срабатывает условный рефлекс на понимание. Ты сразу видишь, понимаешь, реагируешь. Когда что-то немножечко сдвигается в сторону, ты в недоумении раздражен. И любой, абсолютно любое движение, оно вызывает первично такую реакцию. Чем отличается человек, ну, думающий, от человека свободного, скажем так, от раздумий мгновенных, тем, что он себя контролирует. То есть он осознан. Он понимает, да, вот что-то здесь не так, я не понимаю. А может задуматься или может попытаться вникнуть. Но, может быть, он что-то знает другое. Вот и все. Поэтому лучше объяснить. Не дожидаться, пока человек тебя сразу обзовет дураком. Объяснить ему, я это сделал умышленно, да, я хотел сказать то-то. Мне кажется, главная причина во всей этой истории заключается в том, что люди, которые не понимают, они чувствуют себя обманутыми. И то есть презираемыми тем высокомерным существом, который думает, а он ничего не поймет, я ему это сейчас разъясню быстренько. А тут очень важно эту разницу сократить, чтобы тот человек, художник, который адресует или куратор, это абсолютно нормальному, заурядному, незнающему и неуверенному в своих знаниях человеку, адресовать это со всем уважением, с пониманием и с желанием, чтобы он был рядом с тобой. Вот и все. Высокомерие и амбиции с двух сторон – это наши главные враги. Хорошо, с врагами мы разобрались. Давайте теперь поговорим о союзниках. Ваша предшественница Антонова теперь является президентом музея. Это просто такая почетная должность здесь председателя, или вы находитесь здесь в рабочей коммуникации? Ну, мы находимся в коммуникации. Мы находимся в коммуникации. Ирина Александровна чрезвычайно молодой и сейчас очень остромыслящей, здравомыслящей и вообще потрясающе функционирующий человек. Поэтому мы с ней разные люди. Ну, просто разные ментально, ну, по сути. Она любит сразу в бой, а я люблю через любовь. Я люблю, чтобы меня вот как бы пошли по моему пути. То есть вы дипломат? Да, принимая меня, вот все целы, любя меня. А ей-то все равно. Она готова, пусть не любя, но уважая. А для меня любовь важнее уважения. Поэтому, ну, это такое как бы философское ощущение. Но я, как бы сказать, готова всегда ее выслушать и всегда оценить ее точку зрения, которая часто со мной, с моей не совпадает. Я считаю, что она очень полезна для музея человек. Хорошо. И сейчас тоже. Если мы говорим уже о вкусах, которые, ну, допустим, об изобразительном искусстве, у вас совпадают точки зрения, что вот это хорошо, это отлично, а вот это не очень хорошо? Или здесь вы тоже различаетесь в каких-то подходах и в оценках? Ну, вы знаете, в целом совпадают. Но есть какие-то, знаете, отдельные шаги. Список тех, кого я люблю, из художников я с ней не обсуждала, она со мной, да, там. Ну, вот недавно выяснилось, что ей не интересен дюбюфей, а я его люблю. Ну и что? Это такое мелочи. То есть, наверное, еще будут такие художники. Но в целом, в целом, какие-то вкусовые оценки, ну, такие как бы гамбургский счет. У нас один. Это очень важно. То есть, стратегические ощущения одни, тактические другие. Ваш супруг Виктор Лошак, очень известный там на рынке медиа-менеджер, вообще один из самых известных журналистов в стране. Вы когда принимали решение о том, чтобы занять эту должность, вы советовались с супругом? Конечно, конечно, конечно. Почему сразу, конечно? Может быть, вы такая МНСП, и вам, в общем-то... Нет, да нет, да вы что, я абсолютно восточная женщина. Восточная женщина из южного города Одессы. А он с вами советуется, когда он принимает какие-то серьезные решения? Да, конечно, безусловно. Стратегические. Вы, помимо, если не врут интернеты, помимо головных уборов, еще коллекционируете наивные искусства? Нет, ну, коллекция... Это же не коллекция. Я очень люблю. Если я что-то вижу, я всегда хочу это получить. Но это какая-то коллекция. У меня, во-первых, нет денег на коллекцию настоящую, поскольку... Нет, но очень часто дарят коллекции, очень часто составляются из презентов. Нет, нет, нет. Такие вещи, которые мне нравятся, не дарят. Это редкость, они дорого стоят. Поэтому я периодически, когда что-то где-то я видела или попадала, и уже люди, которые в этом мире друг друга знают, все меня знают. И я просто... Вот когда была арт-директором галереи «Проун», я, собственно, ну, какую-то моду-не моду... Вы были не только арт-директором, извините, я переберет, галереей, вы были ее основателями и владельцами. Ну, да, да, нет, ну, да, нет. Ну, просто там делились функции, я занималась вот художественной частью. То мы осмысленно шли по пути каких-то таких инсталляционных выставок, связанных с народным искусством, которые очень важны. И какую-то такую моду, тренд, в общем, на это задали в определенное время. И поэтому что-то мне в руки вот удалось как-то, чтобы попало. Ну, это фантастического класса вообще обаяния и просто потрясающие вещи, которые висят у меня на стенках. Ну, их не так много, но они очень качественные. На стенках вашего... А вы в городе живете или за городом? Вообще живем за городом, но иногда живем в городе. Сейчас живем в городе, потому что это 10 минут пешком от музея, и, конечно, это большое искушение поспать на час позже. Да, я читала, что это ваш маршрут такой. Да, да, к пешочкам пробежаться. Вы когда говорили про любимые и нелюбимые места в столице, вы очень темпераментно комментировали Манежную площадь. Ну, сам Манеж, который я люблю, его в новом состоянии тоже, я прямо его обожаю, вот как пространство, прямо у меня до сих пор все внутри там дрожит, когда я там оказываюсь. А вот эту картинку с этими фонарями, с этими штуками, мне кажется, это очень неталантливо. Вы с кем-нибудь обсуждали из тех людей, от которых зависит решение, чему быть и чему не быть в Москве? Вот вы про Манеж говорили или нет? Или вы только в интервью... Нет, это бесполезно. Нет, ну я просто меня спрашивают, я говорю... Бесполезно из-за бизнес-составляющей проекта? Ну, конечно, но это сейчас не мы. Ну, может быть, пройдут годы, и как-то что-то сменится. Картинки сменятся, я надеюсь на это, что как-то все это откроется. Картинка точно сменится с вашим музеем, поскольку я понимаю, что к 2020 году пятно будет в два раза больше. Да, 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 не в два, во много раз больше. Сейчас у нас, вот мы пользуемся сейчас 26 тысячами квадратных метров. Так, а будет 100. А будет 105. 105. Можете себе представить? Это вообще просто ох-ох-ох. И у меня сейчас планы еще большие. Хорошо, про ваши планы мы поговорим в следующий раз, потому что время у нас вышло. Заберите, пожалуйста, кота, кошку, вернее. Вот, я боюсь, что она убежит, пока мы будем финалиться. А финалимся мы следующим образом. У нас есть игра в правду. Такая, это очень просто. Это здесь фишки четырех цветов. Вы выбираете темную фишку и потом вытаскиваете карточку соответствующего цвета. О ней написан вопрос. Я сразу всех гостей предупреждаю, что поскольку игра французская, то это подсрочный перевод, иногда там с падежами и формировки. Смысл понятен, но иногда звучит не самым изящным образом. Так, прошу вас. Любую фишку? Любую, да. Желтую. Выбирайте любую желтую карточку, которая вам вы привлекаетесь. Все, да. Давайте. Вам случалось обсуждать фильм или книгу, которую вы на самом деле ни разу не читали, слэш смотрели? Бывало такое? В вашем случае может быть произведение какое-то искусство, не обязательно фильм или книгу. Которое обсуждать, которое не видели. Да, ну то есть вы предварили, что вы на самом деле знакомы с обсуждаемым объектом, а глаза не видели или не слышали. Или такого не было? Не было. Ответ был лаконичным. Короче, да короче, чем вопрос. Красное, да, давайте. Так, откровенный вопрос. Вы когда-нибудь копались в вещах своего партнера без его ведома? Это, видимо, все-таки про вашего супруга. Когда-нибудь в вещах пиктера лакошака. Отвратительное слово «копалось». Я сразу предупредил, что это подсрочник. Не копалось никогда, но нужное количество денег из кошелька беру. Когда мне надо. Но я не знаю, это считается или не считается. Не знаю. Здесь, я думаю, имелось в виду там вот смс-ки просматривать. Нет, фу-фу-фу, это неинтересно. Нет, нет. Интересно? А некоторые, знаете, как интересно. Ну вообще неинтересно. Может, это плохо, может, когда интересно, это хорошо. Понятно. Ясно. Марина Лошак, человек традиций. Последний. Да, опять красный. Опять красный. Давайте снимем. Все. Так, вам… О, вот это вот из таких вопросов, на которые иногда отказываются отвечать, поэтому вы вправе тоже отказаться. Вам снился эротический сон с человеком, который на самом деле вас раздражает или вызывает отвращение? Можете отказаться, как я от этого переделал? Нет, ну я думаю, что наверняка снился, просто я не помню, кто этот человек. Вы не помните людей, которые вызывают у вас отвращение? Их немало вообще, так говоря. Да? Ну вообще, возможно, возможно, наличие такого сна возможно. Я просто каждую ночь вижу какой-то сон. Хорошо, а с человеком, который вызывает у вас неприязнь и отвращение, вы можете поддерживать беседу и скрывать свои эмоции? Да, могу поддерживать отношения, скрывать эмоции и могу даже эти эмоции менять в ходе беседы. Это очень важное качество для руководителя, я считаю. Поэтому, при всех остальных составляющих, я считаю, что моя сегодняшняя гость – блестящий совершенно руководитель, директор Пушкинского музея. Наша беседа пойдет в очередную книжку, как я рассчитываю, из серии 24 кадра «Правды» про «Это женские истории». У меня наберется целая книжка. Уже одна есть? Уже есть две – с киношниками и с женщинами. Я вот даже не знаю, женские ли истории ваши или… Мужские. Да, вот из того, что я узнала. Спасибо вам большое. Спасибо. Приходите к нам еще, вы обещали. Зовите, зовите. Когда уже будет сколько? 100 тысяч квадратных метров.